того мы получим максимум 5 процентов неизлечимых эти вот два миллиона человек должны были либо уехать украины либо должны быть уничтожен это русские люди которых вселился без и мы идем их не убивать мы хотим чтобы их переубедить но если вы не хотите чтобы мы вас переубеждали мы вас убьем убьем сколько нужно объем миллион 5 миллионов хоть всех истребил она называется деноцификация деноцификация происходит не отбитием головы так сказать и расстрелом в том числе а деноцификация происходит как раз на базе тех самых договоров которые должны быть в результате этих переговоров и кто будет проводить что гарантирует как раз таки происходит как правило отбитием головы ты знаешь как-то тихонечко там с косыми взглядами наверное зубы прикладом выбьют за нефильтрованный базар извините дискурс вот кого-то полечит накормят там спасут да и вот так толчками толчками и все нару нормализуется кто не захочет жить с нами причем активно того пристрелит убить не из чувства ненависти мы должны их убить из чувства любви к своим детям потому что это обеспечит на живу наше выживание все просто а почему ты считаешь что если россия убьет например два миллиона носителей идеи украина вдруг замириться но у нее не будет выбора для начала ночью я увидел страшные кадры там один боец отрезает другому бойцу голову страшно мне в итоге смотреть эти кадры ну конечно страшно осуждаю ли я наших с вами парней нет и никогда не буду но главное что понимаете на украине болезнь так запущена что уже никакими уговорами переговорами ничем там ничего это излечить невозможно там возможно только хирургии поэтому ответом на вот этот на эти выступления нацистов может быть одни солнцепек это нужно выжигать совершенно несколько ой это не христианский под христианский вполне который лично взял и перерезал глотки текстам служителям валаама и с этими также нужно уничтожать без всякого сомнения виагру который оказывается пачками выдают нашим солдатам чтобы насиловать насиловать украинских бабок господи бабки гробовые бы еще все потратили на то чтобы их насиловали русские солдаты и дети они рассказывали про то что украина оккупирована москалями что если бы не москале они бы жили как во франции а вот они страдают потому что оккупированы идиотифицирующие прям вот там где планы кача вот прям топить этих детей топить это не ваш метод поэтому вы интеллигентные люди и писатели фантасты а это наш метод вот прям воспитывать на сказал что сказать о москале оккупировали и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением с морякова хата и вот прямо эту с морякову хату прямо забивать и жить сейчас приходит в голову еще раз скажу уничтожить к чертовой матери все живое в харьковской области в наказание чтобы не повадно было если бы берем цель это примеру один город там один до 1 область еще что но ее так вычистить что-то просто ничего не оставалось если мы говорим что-то киев в этом киев это мать городов русских да это мать городов русских но если надо чтобы от киева остались руины там стоял наш флаг сверху на этих руинах я думаю к этому надо прийти какая была первая казнь первая казнь была реки крови ну что не видим реки крови вот они реки крови какая еще была казнь казнь была гром молнии град у меня такое ощущение что писали про нашу установку град что вот будет град который истребит всех людей и всех животных и не помню же дословно но даже поля с их растениями какая еще была казнь казнь еще была тьма так называемая египетская тьма когда три дня сидел весь египет во тьме а у израильтян при этом был как сказано в библии свет в их жилищах мы тьму что не видим там регулярно как только летят наши ракеты как только мы эти удары возмездия практикуем вот погружается украина во тьму отсутствие электроэнергии это отсутствие воды отсутствие холодильников элементарных отсутствие канализации и город киев через неделю после отсутствия электричества заплывет гремяя извиняюсь выражение с явной угрозой эпидемии нам от того что жилые дома в киеве без света и воды зачем нам это а жить то как давление на гражданское а жить то как вот ты живешь тебя не воды мы же с военными боремся они с гражданами минутку сейчас я до конца договорю вот у тебя не воды не канализации то есть мы прогнозируем сразу потоки беженцев сторону западной границ правильно потому что жить то невозможно не тепла не воды не канализации не света не есть приготовить хранить еду негде возить ее не на чем и практически денежная система не работает потому что налички тоже всем не раздашь ну и так далее тому подобное как жить в стране которой ничего не работает вижу абсолютно генерала то сказать в том что конечно надо сейчас вот на опираясь на эти решения очень важно не только продолжать уничтожать военную инфраструктуру украины надо наращивать эти удары я абсолютно уверен в том что это будет делаться в самое ближайшее время да а врач у кошки изгоняет глисты то для врача это специальная операция для глистов это война а для кошки это очищение вот чтобы никого не надо освобождать нам надо забрать свое и сделать так чтобы они даже думать боялись дышать плохо в сторону россии то все с украиной тема закрыт наглук и сегодня признать что там уже под динасификации демилитаризации надо закрыть проект украины как таковой раз и навсегда все было нет нету это украины это уже брак эскатологический значит поэтому с моей точки зрения опять-таки я не знаю уцелеет она или не уцелеет потому что это в том числе и проблема даже не только военных действий на украине это проблема глобальной политики вот но с моей точки зрения мы должны приложить все усилия для того чтобы от нее не осталось даже воспоминаний украина обречена вот это совершенно удивительное место с удивительной судьбой как будто вот провал в преисподнюю где история ходит по кругу причем исторически этот круг он очень небольшого диаметра и вот это вот пресловутая руина повторяется раз за разом и вот вот эту огненные смерчи вот прокатываются через эту землю там не оставляя ничего каждые сто лет практически каждые сто лет и то что будет в любом случае сейчас на украине это руина называется украина обречена свою горькую бесконечно горькую чашу пить до дна шаллах дальше вообще сомнений не должно быть и донецкая народная республика и николаевский хирсон и одесса пока владимир владимирович путин не остановит нас мы инжаллах дойдем до берлина мы победим в этом нет сомнений президент владимир владимирович путин сегодня рамзан ахматович кадыров вот эти наши братья они прежде всего они прежде всего защищают ислам мы сегодня на священном джигаде на священной войне вас зависит судьба страны если мы не победим не россия мир исчезнет и с нами бог мы или победим или человечество исчезнет потому что господь не потерпит торжества антихристового воинства а мы оружие господа его карающая десница